Пользователи электросамокатов ЧТИ дальше будут нарушать правила дорожного движения, если их не будут контролировать органы, в том числе инспекторы ГИБДД. Об этом сообщила журналистом руководитель проекта «Дорожный патруль» Алексей Стрельников. Власти ЧТИ решили ограничить движение самокатов на главных улицах города 9 мая, объявив об этом за неделю. В тот же день подросток на электросамокате сбил 8-летнего мальчика. Проверку начала полиция. Также истории заинтересовались исследователи СКР, а ход проверки на контроль взял лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ребенок сейчас находится в больнице в отделении нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести. Из-за инцидента губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил правительству заняться регулированием движения электросамокатов. Между тем, Стрельников отметил, что ни разу не видел, чтобы полиция проводила рейды посредством индивидуальной мобильности, в их числе и самокаты. По его мнению, если в городе произойдет ДТП с участием самоката и автомобиля, то виноват будет в любом случае именно автомобилист. Вместе с тем, по правилам дорожного движения на электросамокатах, несовершеннолетние младше 14 лет могут передвигаться только по тротуару или велодорожкам в присутствии законных представителей. Те, кто постарше, могут ездить по обочине и крайней правой полосе движения. На данный момент велодорожек, по которым самокатчики могут передвигаться, безопасно для себя и окружающих. В Чите нет.